Сегодня с помощью платформы Стрела мы откроем судоходный сезон и сезон кормления уток. Всем привет! Это проект Амперки, меня зовут Кирилл, и сегодня мы с вами соберем вот такой вот замечательный бутылочный блютуз-катер. Дело в том, что городские парки уже вовсю полнятся голодными утками, только что прилетевшими с зимой. И мы решили, что здорово было бы этих уток немножко подкормить. Для этих целей мы придумали вот такой вот необычный катер на основе платформы Стрела. Для ходовой части мы использовали два 12-мм коллекторных мотора 1К100. Также мы собрали устройство для кормления уток. Сделали мы это с помощью сервопривода постоянного вращения. Для управления с телефона с помощью блютуз мы использовали модуль Bluetooth B. Питаться это все у нас будет от вот такого вот здоровенного никель-металлогидридного аккумулятора. Все потому, что мы не хотим, чтобы наш катер завис посреди озера с разряженной батареей. Вот такой вот нам хватит надолго. Ну и давайте нарисуем все это на бумаге, рассмотрим алгоритм действия. Итак, у нас есть робототехническая платформа Стрела. Она управляет у нас моторами и сервопостоянного вращения. Управляем всей этой красотой мы с телефона или любого другого андроид-устройства по Bluetooth. В этом нам помогает модуль Bluetooth B, установленный на Стрелу. Итак, как это все происходит? У меня здесь телефон, на нем уже предустановлено интерфейс следующий. Здесь есть кнопки вперед-назад, влево-вправо и кнопки действия. И мы их нажимаем, катер едет. Если мы нажимаем вперед, катер едет вперед, моторы крутятся в одно направление, назад в другом, но они крутятся вместе. Когда мы едем влево или вправо, моторы крутятся в разных направлениях. Таким образом катер поворачивает. Когда мы запускаем наше устройство кормления уток, серва постоянного вращения крутится и вращает вот такую вот специальную спираль. Вследствие чего из нашего катера, как из рога изобилия, сыпятся утины вкусняшки. Корпус нашего катера состоит из шести бутылок. Здесь у нас центральная, самая большая, 2 литра. Внутри у нас расположена вся электроника и ходовая часть. Мы сделали отверстие, чтобы туда это все поместить. Они расположены выше водорлинии, чтобы минимизировать возможность попадания в воды. И также мы герметизировали их с помощью двустороннего скотча. Ходовая часть, она у нас расположена сзади, состоит из двух коллекторных моторов, к которым мы прикрепили вот такие вот грибные винты. Они выполнены из донышек бутылок поменьше и прикреплены к моторам с помощью специальных круглых алюминиевых втулок. В передней части нашей большой бутылки у нас расположен аккумулятор и платформа-стрела. Передняя часть, она самая тяжелая, поэтому нам понадобилось два поплавка, чтобы удерживать наш катер на плаву. В роли поплавков у нас две маленькие бутылки, которые мы особо не церемонить, примотали скотчем. И последняя шестая бутылка у нас использовалась для того, чтобы защитить от брызг наше устройство кормления уток. В нашем устройстве для кормления уток мы использовали вот такую вот спираль, скрученную из толстого провода. Вы могли видеть нечто подобное в вензинговых автоматах с бутербродами. Серва постоянного вращения будет крутиться, и вкусняшки, нанизанные на нашу спираль, будут пододвигаться ближе к краю до тех пор, пока не упадут в воду. А счастливые утки будут плыть следом и все это дело кушать. Выглядеть это будет примерно следующим образом. Трямс, и тут уже утка все это дело слопала. Ну а как отреагируют живые утки на наш вензинговый катер, мы очень скоро узнаем. Вот мы в парке. Сорока на хвосте принесла, что здесь полные озера голодных уток. И вот мы с нашим устройством сейчас будем их кормить. В качестве угощения мы выбрали баранки. Не знаю, насколько сильно их любят утки, но ведь баранки по-хорошему ничем не хуже батона, правда ведь? Ну давайте теперь найдем несколько голодных уток и постараемся предложить им наше угощение. Теперь главная задача выманить уток со льда, чтобы они заинтересовались сушками. Но, по-моему, они в ужасе разлетаются. Так как мы не можем воздействовать на уток непосредственно, мы будем разбрасывать вкусняшки вдоль их зоны обитания. Но мы надеемся, что оставленные наши по озеру сушки, они все-таки пойдут в пользу, будут съедены утками. В общем-то мы принесли все-таки больше пользы, чем вреда. Но вообще массу удовольствия получили, пока плавали на этом катере. Кажется, мне управлять катером и кормить уточек понравилось гораздо больше, чем самим уточкам есть наши сушки. Но, тем не менее, проект можно считать успешным, потому что технически мы все выполнили правильно. В конце концов, наш катер не утонул и даже выполнял свои задачи. Поэтому, если вы захотите собрать свой бутылочный катер на основе робототехнической платформы «Стрела», идите на сайт Amperka.viki, там найдете инструкцию по сборке и код с описанием. Ну и, конечно же, ставьте лайки под видео, рассказывайте о нем своим друзьям, добавляйте в избранное и подписывайтесь на канал Amperka.ru, чтобы не пропустить новые видео с необыкновенными электронными устройствами. Ну а пока, до скорого!